Всем привет, сегодня предлагаю сравнить магазины комплектующих по их ценам. Для тех, кто на канале не так давно, напомню, что это рубрика ежегодная. И более того, данное видео юбилейное, так как сегодня мы сравниваем не просто цены в магазинах, а как изменился рейтинг цен магазинов за 5 лет их сравнений. Но ещё раз напомню правила, по которым идёт сравнение. Я набираю самых популярных комплектующих на сборку одного компьютера. Таких, чтобы они были во всех магазинах в сравнении. Далее считаем среднюю цену каждого вида товара и за каждый товар даём магазину баллы. Если товар самый дешёвый, плюс 2 балла, дешевле средней цены, плюс 1 балл. Дороже средней цены, минус 1 балл, самый дорогой, минус 2 балла. Отдельно даём баллы за стоимость сборки целиком. Все баллы складываются и получается итоговый балл магазина. Естественно, если больше отрицательных баллов, то и сумма будет ниже нуля. Если больше положительных, то и сумма будет больше нуля. Ещё раз уточняю, что я тут не делаю рекомендации по сборке, а собираю просто из популярных железок, чтобы они были во всех магазинах. Какие товары будут в сравнении, вы уже видели на экране. В описании под видео будет ссылка на список товаров. К слову, как вы понимаете, минимальные цены на каждый товар по отдельности будут в разных магазинах. То есть купить по отдельности всё в разных магазинах будет дешевле. Но это сложнее в части доставки и логистики. Рационально разделить покупки на 2 или 3 магазина. Но для этого придётся составить очень сложную схему по ценам в куче магазинов. То есть проделать такую же работу, как и я сделал для этого видео. И заняла она у меня несколько часов. Е-каталог же может сделать её за вас. Вы можете создать список из нужных вам товаров и в этом списке перейти по ссылке для поиска всего списка в одном магазине. Во-первых, Е-каталог найдёт вам такие магазины, если это возможно. А во-вторых, также проведёт сравнение цен и подберёт пары и тройки магазинов, где весь товар будет дешевле, чем всё покупать в одном. Причём даже в сравнении с самым дешёвым вариантом Е-каталог смог скостить ещё пару тысяч рублей. Ну и запомните эти цифры. В отдельных магазинах вы их не увидите. А в самом дорогом магазине в сравнении так и вовсе ценник будет под 75 тысяч рублей. Так что тут вы не только можете удобно себе подбирать вещи, используя при поиске кучи параметров на каждый вид продукции, но и сэкономить кучу времени и денег. По товарам единственное уточнёшь, что для материнской платы есть две ревизии. В магазинах я выбирал ту, что дешевле, если были представлены обе. Сравнивать сегодня будем DNS, KNS, Ozone, XCOMSHOP, EXPERT, PLAY.RU, TOP COMPUTER, ONLINE TRADE, REGARD, OGO, CAMPDAY, OLGI, NIX, 123RU, CITILINK, ELECTROZONE. Более крупно картинки заказов вы можете посмотреть в текстовой версии на сайте. Несмотря на то, что подбирались товары самые распространённые, всё же в некоторых магазинах есть замены. В CITILINK набор памяти собран двумя планками, а не готовым комплектом. В REGARD нет такой же 1650, как в остальных. Для него была выбрана единственная доступная 1650. Баллы за этот товар магазин начисляться не будет. Но баллы за итоговую цену сборки будут учитываться. В DNS была использована скидка, предложенная самим магазином, а предложенная не как участникам клуба DNS, то есть вообще не зарегистрированному пользователю. Единственная скидка получается с разбивкой заказа на два. Также часть товара формировала бонусы, которые можно было вложить в дополнительную скидку прямо на эту же покупку. В магазине 123.ru вместо чёрного комплекта памяти аналогичный белый. В Play.ru блок питания этого же производителя на другой линейке. Баллы за этот товар начисляться не будет. А также взята память комплект 2х8 на один шаг более высокой частоты в той же линейке. Баллы за этот товар начисляться не будет. В Олди белый комплект памяти вместо чёрного. Вместо платы от Gigabyte подобран аналог от Asrock со схожими характеристиками. Для платы баллы не учитываются. В магазине Озон выбирались товары с наименьшими ценами, если были повторки от разных продавцов. Выбраны красные планки памяти вместо чёрных. Цены учитываются вместе со скидкой. X-Com Shop планки памяти взяты по отдельности. КНС планки памяти также взяты по отдельности. Видеокарта взята аналог от MSI. Для видеокарты балл учитываться не будет. В магазине Электрозон выбран блок питания на 750 Вт из той же линейки. Балл за этот товар учитываться не будет. Комплект памяти куплен отдельными модулями. Ну и теперь сравнение. Для SSD самая дешёвая цена в Play.ru. Самая дорогая в Никсе. Самый дешёвый блок питания в топ-компьютер. Самый дорогой в Олде. Жёсткий диск за годы сравнения показал, что это самая надёжная валюта. За 5 лет ценник на него практически не изменился. Дешевле всего он стоит в Play.ru. Дороже всего в Никсе. Кулер. Дешевле всего опять же в Play.ru. Дороже всего в Ого. Оперативная память дешевле всего в Эксперте. Дороже всего на Озоне. Видеокарта дешевле всего в Олде. Самая высокая цена в Никсе. Причём я вначале подумал, что может быть стоит сменить на аналог в Никсе, так как ценник единственный больше 26 тысяч рублей и на много. Но в Никсе это и так самый дешёвый GTX 1650 на момент виртуальной симуляции закупки. Материнская плата дешевле всего в Play.ru. Дороже всего в Икском Шоп. Компьютерный корпус с разницей в 1 рубль в Play.ru и Топ Компьютер. Я решил обоим магазинам дать под 2 балла. Дороже всего корпус обошёлся на Озоне. И последний товар в списке – процессор. Дешевле всего в Топ Компьютер, а дороже всего в Никсе. Итоговые ценники. Наименьшая цена сборки в магазине Топ Компьютер. Чуть меньше 61 тысячи рублей. Дороже всего эта же сборка обойдётся в Никсе. Более 74 тысяч рублей. Также хорошие цены за сборку вышли в Эксперте и Комп Дэй. По баллам также в лидерах Play.ru. Однако в отличие от прошлых лет, уже не по всем позициям лучше цены в Play.ru. Видимо недавний временный запрет на деятельность всё же как-то заставил реорганизовать ведение бизнеса и цены приблизились к другим участникам рынка. Плохо себя показали Озон, Ого, Икс Комшоп, Электрозон и худшие баллы показал Никс. Ну и цены на сборки в этих магазинах тоже выше средних. Ну и думаю многим интересна динамика баллов у магазинов с 2016 года. Правда напомню, что в разные года список и количество магазинов в сравнении менялись. Некоторые магазины в 2016 году были вообще малоизвестны, которые известны сейчас, а некоторые магазины из первых тестов до 2021 года не дожили и выбыли не только из сравнения, но и в целом из текущей реальности. Естественно, тут уже нужны графики, чтобы показать динамику развития по годам. Сама шкала вверх и вниз – это получаемые магазинами баллы. Чем больше балл, тем лучше. Слева направо – это от 2016 года до настоящего времени. Достаточно различимых цветов для линий не хватило. Так что некоторые магазины обозначены пунктирными линиями, а некоторые линиями из точек. Есть магазины, которые в отдельные года пропадали из сравнения. Допустим, плохо работал сайт или были проблемы с ассортиментом. Для таких магазинов я искусственно соединил кусочки графиков плавными линиями. Ну и теперь давайте посмотрим по магазинам. Юлмарт начал на самом дне рейтинга и за несколько лет только усилил низкие оценки, после чего обанкротился и закрылся. Электрозон начал ниже среднего и с годами только ухудшал свое положение. Ситилинк, к сожалению, один из тех магазинов, которые в далёком 2016 году пользовались люди для создания виртуальных сбор, так как он был один из самых выгодных. Но с годами он из топа спустился до уровня ниже среднего. 123ру показывает нестабильную динамику. То есть когда-то явно выше среднего, когда-то в средничках. Думаю, если бы товаров было не 9, а 30 или 40, результаты были бы более стабильны. Но в целом видно, что магазин по крайней мере по ценам не скатился. Но и лучшими предложениями магазин никогда не блистал. Никс начал как средненький по ценам магазин, но его спасал очень широкий выбор товаров, некоторые из которых сложно было найти в других местах. Однако сейчас он возглавил рейтинг с задней стороны. А в плане доступности товаров в магазинов теперь очень много и купить даже что-то очень редко не так уж и сложно. Олди все эти годы держался стабильно ниже среднего. В центральной части может показаться, что он был худшим, но на самом деле это так получилось из-за сглаживания графика, чтобы соединить плавно точки. Самым худшим этот магазин ни разу в тестах не был. Кампдэй в наших сравнениях только 3 года, но все эти 3 года он среди магазинов выше среднего и не показывает от года к году отрицательной динамики. А вот магазин ОГО, к сожалению, этим похвастаться не может. С некогда близких к лучшим показателям он докатился до близким к худшим. Регард также был одним из тех магазинов, который использовался для виртуальных сборок. Но с годами, как и Ситилинк, ценники сильно выросли. Тут скорее всего сыграло свою роль разрастание магазина, так как в начале сравнений Регард это была сеть из нескольких точек и доставки по Москве, а дальше уже только через транспортные компании. Сейчас же Регард это развитая по всей России сеть. И видимо удельные расходы на обработку одной коробки сильно выросли. А вот топ-компьютер стабильно в лидерах. Один год он пропустил из-за сходного ассортимента, но стоит отметить, что указанные на сайте цены доступны только для Москвы. Если доставка идёт через транспортные компании, то и ценники другие. С другой стороны, если бы магазин пошёл по стопам Регарда, то скорее всего и ценники бы изменились соответствующим образом. Плееру на протяжении многих лет в сравнении также среди топов едважды занимал место победителя. Однако насчёт этого магазина я лично объективен быть не могу, и в том числе и за него порадоваться в связи с наличием личных неприязней к формату его работы с клиентами и тем инструкциям, что даются сотрудникам. Вероятно и по работе там не всё так гладко, учитывая, что магазин временно лишали права деятельности. Далее магазин XCOMSHOP. Он также всё сравнение держался ниже среднего, временами сильно ниже среднего. В общем стабильность, но не такая как хотелось бы. А вот стабильность КНС напротив радует. Он никогда не был победителем, но каждый год в числе призёров сравнения. И держится он так 5 лет, это тоже чего-то дозначит. Немалый прогресс и у ДНС. Он из состояния худшего почти дорос до среднего уровня в части цен, что уже неплохо. Это крупная сеть, и местами кроме этого магазина у людей в принципе нет выбора, и то, что хотя бы он стал среднячком уже радует. Я естественно продолжу сравнение и в будущем. Так что как дела будут развиваться, мы тоже увидим. Надеюсь видео было полезно или интересно, если так, то подписывайтесь на канал, если ранее этого не сделали. Ну а пока, всем пока и до новых видео.